Ребят, всем привет! С вами Алекс, это Морел Битвы Чемпионов, и мы сегодня обсуждаем обновление. Обновление 25.0, которое выйдет у нас в ноябре. И оно называется так. Стань частью фантастической семьи в ноябре. Так, посмотрим. У нас тут все уже переведено, в этом плане все удобно и хорошо. И давайте смотреть, что у нас тут будет. Мир за пределами пространства, человек за пределами времени. Фантастическая четверка обнаружила последнего пропавшего участника, доктора Рида Ричардса, также известного как Мистер Фантастик, запятую забыли, кстати. Но спасение кажется невозможным, ведь Ричардс заперт в аномалии, время и пространство которой сбрасывается каждые 4 минуты. Они запятой вообще не ставят, я смотрю, кстати. Ну кто-то это должен редактировать, интересно или нет? Им нужно раскрыть секреты педли времени в его тюрьме и победить зловещих заговорщиков, которые ее защищают. А вот здесь поставили? Странно. Вызвали своего друга из тюрьмы. Фантастическая четверка узнает, что за попытками Мистера Фантастика стоит сам доктор Дум. Это, кстати, интересно. Но все осложняется тем, что освобождение такого гения, как Рид Ричардс, может привести к серьезным последствиям. Мистер Фантастик, также известный как Эрид Ричардс, это великолепный лидер Фантастической четверки, и многие считают его самым умным человеком на свете. Но не уверен. После того, как он попал под действия космических лучей, он получил невероятную гибкость и стойкость, что позволяет ему не только уклоняться от противников, но и побеждать их с силой своего интеллекта. Ну то есть Камал Хан, просто 2.0. Доктор Дума, также известный как Виктор фон Дум, король Латверии, давний враг Фантастической четверки, и один из самых опасных злодеев в мире битвы. Ну, будем надеяться, что они его таким и крутым и сделают. Посмотрим. Непревзойденный знаток науки и мистических искусств, Дум создал броню, соединяющую в себе эти сферы бытия, что дает ему невероятную силу и возможность проводить жестокие атаки. Ну то есть он будет сильно бронированный, видимо так, наверное. Дальше. Вторжение Думы и фантастические вторжения. Наверное, кстати, тут будет где-то маяк четвертый. Мистер Фантастик и Доктор Дум развязали настоящую войну. Поможешь ли ты Мистеру Фантастику сокрушить злодеев мира битвы, или же ты объединишься с Доктором Думом и пытаешься сокрушить героев? В разные дни ты сможешь принять участие либо в фантастическом вторжении, либо в вторжении Дума. Вторжение, вторжение. Странно, могли бы что-нибудь по-другому назвать. В этих заданиях ты столкнешься со злодеями, героями и наемниками, сражаясь за одну из двух величайших умов мира битвы. Рида Ричардса или Доктора Дума. Ну, посмотрим. В награду за фантастические вторжения ты будешь получать осколки кристаллов, которые помогут расширить тебе команду, а за вторжение Дума ты сможешь получить катализаторы и фрагменты катализаторов, чтобы раскрыть истинную силу своих чемпионов. Ну, то есть, за Мистера Фантастика мы получим новых чемпионов. Я надеюсь, что это будут какие-то эксклюзивные чемпионы в том числе, хотя бы там двухзвездные. Нам это всем нравится. Какие-то эксклюзивные персонажи, как вот был Тор пятизвездный в прошлом месяце. Очень это интересно. А за Дума мы получим либо катализаторы, либо фрагменты катализаторов. Надеюсь, все-таки это будет не шансовое выпадение, потому что одним может выпасть все, другим ничего. Ну, как-то не очень. Лучше фикс. Так, наше первое событие для всего сообщества. Каждый из фантастической четверки силен, но лишь вместе они раскрывают свой истинный потенциал, а мы стремимся объединить призывателей ради общей цели. Каждый успешный бой в мире битвы в этом месяце будет учтен, и чем больше боев будет выиграно, тем больше событий будет происходить в мире битвы. Для этой цели учитываются все успешные бои, если ты управляешь чемпионом и побеждаешь другого чемпиона. Это идет в общий зачет. То есть событие чисто для аренщиков. Аренщики привет, мне кажется, и скрипачей привет. Может быть, они как раз вот на этом и будут палить скрипачей. Не знаю, посмотрим. Достижение этапов сообщества будет раскрывать специальные награды для всех призывателей мира битвы в течение месяца, в том числе события обмена предметов, полный усиление специальный календарь наград и многое другое. Вот обмен предметов, такого еще не было, и это очень хотели ввести в базах. Если кто помнит, была такая вкладка на общем экране Союза. Да, там была вкладка базы. Ее так и не сделали. Вроде как говорили, что там будет обмен предметов. Но вот здесь он, наверное, в какой-то степени будет. Очень интересно, что из этого получится. Посмотрим. Если там можно будет обменивать катализаторы определенного класса, то это будет супер. Например, у меня очень много катализаторов мистики. Я бы с удовольствием на другой цветах хотя бы поменял. А у кого-то, может, их нету, например. Из моих подписчиков, я не знаю, из моего Союза. Вообще не важно от кого. Посмотрим, какие именно предметы можно будет менять, но это будет реально топово. Это будет супер, если это будет выглядеть вот так вот в виде обмена. Посмотрим, как это будет. Одиночные цели фантастической семьи и врагов. Чтобы помочь в достижении этапа в сообществе, мы приготовили для тебя одиночные цели на тему фантастической четверки. Ну, то есть надо будет кем-то убить наверняка невидимкой, фантастиком. Фантастик, может, кстати, не будет, потому что он все-таки новый. Но либо нам какого-нибудь двухзвездного аля дадут и типа мучить. Вот, факелом и существом. Посмотрим, как это будет. И дальше. Самое, наверное, долгожданное и интересное для многих игроков. Для многих топ-игроков. Акт 6, глава 3. Чемпион вселенной был остановлен, но команда Карины измотана и изранена. Эйгон больше не в состоянии сражаться. Неизвестно, где Гроссмейстер. А гнев за ошибки прошлого Карины достигает точки кипения. Продолжу эпическую историю. В третьей главе финального акта Саги Старейшина 13 ноября. Давайте посмотрим календарь. Это наверняка среда будет. Ну да, если у нас 6-го, скорее всего, выйдет обнова, то 13-го как раз будет через неделю после обновы 6-й акт. Это очень интересно. Мы видели бета-тесты. Посмотрим, что будут за награды. Я все-таки надеюсь, что будет пару баз 5, открывашки какие-нибудь, камни, побольше камней, там пятые. Может быть, возможно, даже камни шестые нам дадут. Ну, хоть как-то разнообразие, чтобы была возможность у нас развиваться дальше. У многих еще слишком мало пятизвездных чемпионов, мало даже пятизвездных. Ну, не все, по крайней мере, есть. Да, у кого-то хватает, чтобы пройти 6-2, у кого-то не хватает. Посмотрим, как это будет. Ну, вроде как, они сказали, не будет больше ворот. То есть, как в 6-2 были ворота на классы пятизвездных и также на шестизвездные ворота. Вот у нас, надеюсь, этого уже не будет. Посмотрим, как это все будет. Будем надеяться, что будет вообще супер. И не так будет сложно. Посмотрим. Дальше, что у нас еще есть? Колос и старик Логан получат обновление. Да неужели? Дальше, наконец-то. Долгожданное обновление чемпионов по выбору сообщества уже ждут тебя в следующем месяце. Приготовься разорвать своих противников на куски с улучшенным стариком Логаном и сокрушить их с переработанным колоссом. То есть, колосса улучшили, а колосса переработали. В чем разница? Мне кажется, их все равно апали обоих. Не очень понятно, но посмотрим. Мне кажется, это одно и то же. А я вот прочитал, приготовь не разорвать своих противников, а разорваться самому, мне кажется. Я не уверен, что будет супер обновление, но вроде кто видел, говорит, что колосса очень сильно усилят. Посмотрим. Дальше. Календари на основе продвижения в сюжетном режиме. Начиная с ноября, по мере того, как ты будешь становиться от призывателя испытанным освобожденным и рыцарем, твой календарь входа будет обновляться. Освобожденные и испытанные призыватели каждый месяц будут получать гарантированного 4-звездного чемпиона с определенным шансом. Это может оказаться 5-звездный чемпион, а также тебя ждут и другие улучшения. Интересно, это освобожденные и испытанные, а рыцари? Неужели рыцари будут сразу получать пятерок? Если это будут какие-то новые, я, например, не откажусь от вдовы, это будет супер. Но с другой стороны, тогда какой им смысл? Непонятно. Примечание. Календари не будут активироваться, когда ты будешь достигать нового уровня в сюжетном режиме. Улучшения будут вступать в силу с запуском нового календаря. То есть, что это значит? Если вы 15-го числа, 15 ноября, образом, стали испытанным, либо освобожденным, то, соответственно, только в декабре вы получите доступ к новому календарю. Соответственно, это, в принципе, логично. То есть, календарь у нас есть, фиксированный на месяц. Хотите чего-то хорошего, вам будет это уже в следующем месяце. Плюс, тем самым, они подталкивают тратить как можно быстрее предметы, серу и так далее, чтобы быстрее пройти определенные этапы, испытанным стать, либо освобожденным. Ну, естественно, Кабам не упустит свою выгоду и постарается как можно быстрее сделать из нас топ игроков. Будем смотреть, что будет из этого дальше. И достаточно жесткие, мне кажется, новости, но с этой точки зрения они приятные. Первое. Модификаторы заданий Союза. Новая опциональная функция в заданиях Союза. Выбери усиление для защитников на карте заданий Союза, чтобы настроить сложность и получить награды. В честь и жди их в этом месяце. Как я слышал и как читал на форуме, модификаторы не будут влиять на количество очков. Они просто увеличивают сложность карты и за каждые модификаторы мы будем получать дополнительные награды. Будут ли эти модификаторы разной сложности? Непонятно. Мне кажется, в начале все-таки это будет одна, максимум две сложности. В дальнейшем, возможно, они будут градацию вводить. Пять сложностей, десять, образно говоря. Будем смотреть. Возможно, для каждой карты будут свои модификаторы. Возможно, нет. Более-менее станет понятно, когда они это все-таки более анонсируют. Больше информации нам дадут. И последнее. Обновление заданий Союза. Далее. В этом месяце тебя ждет обновление магазина Славы. Вот это вот интересный момент, потому что в последний раз там уменьшили ее на 5-10%, мне кажется. Ну, там какие-то копейки были вот совсем. И наград за ранг заданий Союза. Это вообще супер. Но если это не будет, так же на 5-10%. Если они сильно. Я думаю, что они добавят цвет 5. В крайней мере, я на это надеюсь. Если они действительно включат цвет 5 в ранге, то, мне кажется, больше Союза будет играть седьмую карту. Сейчас некоторые не играют, либо играют не все дни. Делают упор на ВС. И мы можем в итоге прийти к тому, что опять престиж будет самым главным в игре. ВС отойдет на второе место. И даже топ Союза на мастера просто забьют. Будет интереснее играть именно с ВС все дни. А там ВС уже как получится. В принципе, нет такой сильной необходимости брать там мастера, там платину 1. Разграничения по наградам не такие большие. То есть разница между соседними этапами, ну в принципе, более-менее равная. Так что если кто-то понизится на одну-две категории, я не думаю, что они сильно ощутят. А также изменение мини-боссов на карту в задании Союз 3.6 и новый мини-босс на седьмой карте. В чем разница, почему нельзя сразу написать 3.7, непонятно. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто будет мини-боссом на седьмой карте. Вчера я с ребятами уже обсуждал этот вопрос, там в Союзе, с друзьями. Варианты такие. Хавок, Анигилус, Фьюри. Пока больше вариантов таких вот сильных нет. Возможно, Леший. Но Леший, наверное, все-таки улетит от факела. И пару человек в Союзе там на группу, хотя бы один человек, мне кажется, смогут его взять. Дадут ему какие-нибудь более-менее простые ветки, и он этим факелом будет там фигачить. Поэтому в мини-боссов-мистиков я как-то не сильно в этом плане верю. Посмотрим, что будет. Вот такое вот у нас обновление. Наверное, где-то ближе к первым числам ноября будет более полная картина. Возможно, дадут награды по шестому акту, какие они будут. Возможно, анонсируют модификаторы для ЗС, либо награды по рангу для ЗС. Сейчас, я думаю, они не будут этого делать слишком рано. Ну, посмотрим, как это все будет. В принципе, очень интересное обновление. Очень много интересного. То есть, тут и новые календари, и обновление. То, что у нас календари на основе продвижения. То есть, мы там будем пятизвездных, может быть, получать даже чемпионов. Я имею в виду рыцарей. Освобожденные будут получать четверку с определенным шансом на пятерку. Но если, как сейчас, мы получаем трешку с определенным шансом на четверку, то пятерку мы никогда не получим. Это понятно. Посмотрим. Ап Колоса и Логана. Это очень классно. И ЗС. Естественно, это прям супер. Одиночные цели. Ну, это, в принципе, стандартно. Жетка основная и дополнительная по Доктору Думы. Это, в принципе, тоже все стандартно. Тут ничего нового, ничего интересного. Это все стандартно. Вот остальное, это прям топовое. Посмотрим. 6.3, я думаю, я буду стримить. Не в первые дни. Да, я посмотрю, что за акция. Стоит ли она того. Наверняка она будет за 12 тысяч. Напишите в комментариях, кто что думает. Какая эта акция будет. Это будет что-то для шестизвездных, например. Открывашка вряд ли. Может быть, камни дадут. Может быть, осколки. Ну, вряд ли осколки, потому что уже был в 6.2. Шестизвездный кристалл за 12 тысяч. Ну, никто его не брал почти, я думаю. Может быть, кто-то нашелся в мире, конечно. Но в основном его не брали. Посмотрим, что это будет. Повышалка на 5.65 уже тоже была. На 2.35 вряд ли дадут повышалку, мне кажется. Более рандомная она многим не так нужна. В общем, посмотрим. Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Вступаем в группу ВКонтакте, в Телеграме. Как обычно, ссылочки будут в описании. Если нужна помощь в прохождении сюжета, пишем мне тоже в личку. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.